идем дальше значит было письмо где у человека мыши съели молодые молодой или молодые абрикулы абрикосы и он спросил что будет вылезать из-под земли вот и тут же нашел фотографию качестве примера вот абрикос если его не сгнил потому что гниют только так попробуйте посадить сколько я вам показывал если он не сгнил вот он бессмертный и убить невозможно так Олег Олегович привет значит как там вы заикнулись здесь две темы первое как-то вы заикнулись что работая к сожалению не это я бы на вас директором Брянского института бы назначил ну кто же меня послушает а так вы шофер дальнобойщик это очень кстати близко к садоводству почему сказать что близко вы едете и видите там несколько гектаров мертвый сад еще по-моему только недавно заложено снимите видео вы видео умеете снимать почему мне вот это вот как я чека надеюсь отговорил берет вспоминаем пусть это было много вебинаров назад ни фамилии ничего я помню одно где-то гектара два собрался посадить промышленный сад естественно яблони вот и куда он сунулся я надеюсь успел его отговорить там где продает вот эти самые питомник все-таки отечественный вот у него там эти самые корешки искусственная то есть палка поросенная до нее чего-то привито а они же не просто подразумевают что столбы железобетонные а куда денешься они же и корни эти не держат правильно вот распорки обязательно сколько я проклинаю этот полив который мы называем капельный но там без него вообще невозможно там столько корней чуть два-три дня засуха и все начинает умирать поливать его постоянно невозможно вот и получается кап 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 весны до осени тоже ничего хорошего часть так сгнивает некоторые примеры я приводил значит путают элементарщину сгноили основание штаба рассказывал груша покрылась листьями которая уже мертвая знаете такие скореженные коричневые вот диагноз знаете какой правда брали бы какие-нибудь эти самые анализы что ли вот как софия это извините софия не помню вашу промилле ну благодарен вам сейчас не зашли спасарская поехала прошу прощения за слушает так да нет у меня как начались так кончились еще осенью это был не урожай а слезы вот и прошу прощения я сейчас занимаюсь тем что читаю лекцию по интернету вот поэтому очередь и очередь и очередь и проявили хоть на сливы хоть на тёрн хоть на абрикос членоволочную вишню пожалуйста еще быстрее будут ну все извините нас не могу говорить давайте пока так я думал чего-нибудь по теме но это тоже по теме пойдем дальше и так я вас прошу первое снимите видео мертвого сада вам закончил разговор два гектара его убедили осадить так как помидоры там тысячи тысячи он должен был купить а эти все эти выброси деньги нисколько не сомневаюсь это не италия вот ну может отговорил не знаю теперь второй момент вот здесь вот выше вот здесь это ваше видео на этом видео я с экрана снял вот это персик кстати вот видите как совпало человек спросил косточки персика а вот он персик ой а он привитый нет олег олег можете буквально сразу если вы на связи позвонить сказать я не спросил он привитый или нет но тут дело другое значит мне бы хотел чтобы он был бы из косточки вы персик называется хасанский естественно мой а вот на нем вы не трогали было минус 32 и вы сказали несколько тонких тонких этих веточек подсохла и замерзла вот таких так а 2 и вы его не трогали а вот это вас 2 вот такой же из ну как сказать такой же испытатель как я это минусинский у них морозок из одинаково и вот этот минусинский персик он там было несколько таких же веточек но вы отрезали вы проводили эксперимент и вот здесь на втором отрезанном появились рады далее коллеги здравствуйте Оба непривитых, да? Сергей какой? Зелезов? Ну и конечно, я у другого Сергея не знаю. У какого еще Сергея можно саженцы такие купить? Ой, в стране знает сколько их. Ну все, спасибо, Олег. Привет Брянску. Вы волшебник. Посмотрите, друзья, посадка какая. Я просто восхищаюсь. Ни одной ветки не отрезана от самого низа. Ну когда? А потом я опять вернусь к этой теме. Резать, резать и резать. Я вам так благодарен, господи. Какое счастье, что я не один. Так, ладно, пока. Спасибо. Вы думаете, у него не будет урожая? Брянский-то. Главное, что лишнее подтверждение, что стоит отрезать веточку, даже сухую. И сразу раны. А здесь он не резал, а здесь резал. Вот. Умница, молодец. Я уже несколько лет ему восхищаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok